Здравствуйте, меня зовут Лилия Тильба. Я детский семейный психолог, специалист по стрессоустойчивости. Практикую около 20 лет. Ко мне можно обратиться на консультацию, если вы хотите избавиться от тревоги, панических атак, от всевозможных страхов. Я смогу помочь справиться с такими чувствами, как злость, раздражение на других людей или на себя, с чувством обиды, чувством вины, чувством стыда, с чувствами, которые разъедают нас изнутри, ограничивают и не позволяют двигаться дальше. Иногда в жизни человека происходят события, которые погружают его в темноту. Смерть близкого, катастрофа, война, насилие, тяжелая болезнь и многое другое. Все, что причиняет сильную душевную боль. Страдающий человек говорит себе, «Мне нужно забыть то, что произошло со мной. Надо взять себя в руки, успокоиться, отвлечься. Главное, не думать об этом». Человек хочет избавиться от болезненных переживаний, ничего не меняя в себе. Тяжелые переживания отторгаются сознанием. Человек, стараясь дистанцироваться от них, как будто помещает их в хорошо защищенный сейф. В результате эмоциональные состояния словно консервируются, не проявляются, не проживаются и не трансформируются. Человек остается фиксированным на травме и живет как будто в темноте, часто даже не пытаясь осветить свою жизнь. Но, как сказал Конфуций, можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку. Я работаю в когнитивно-поведенческом подходе, а также использую такие инструменты, как метафорические ассоциативные карты, дыхательные и медитативные практики, трансовые методики. Это позволяет проанализировать мысли и убеждения, переформатировать чувства и эмоции, направить их в созидательное русло. Благодаря этому у моих клиентов меняется эмоциональное реагирование на травмирующую ситуацию, формируется новая, более конструктивная модель поведения, нарабатываются те личностные качества, которые позволяют жить гармоничной, успешной, яркой и счастливой жизнью. Как специалист по стрессоустойчивости, я помогаю справиться с последствиями длительного стресса, которые проявляются в виде эмоциональных срывов, в виде телесных ощущений. Как детский психолог, я помогаю понять причины нарушений у детей. Это могут быть поведенческие, эмоциональные, речевые нарушения. Это может быть нежелание учиться в школе, неумение общаться со сверстниками или взрослыми. Это может быть низкая успеваемость, заниженная самооценка. Это может быть стрессовое состояние в период подготовки и сдачи экзаменов. Это могут быть возрастные кризисы. Например, в три года, когда ребенок проявляет свою самость в этом мире, адаптируется в детском саду. Это семилетний возраст, период поступления в школу, когда меняется ведущая деятельность. Ребенок вынужден адаптироваться к школьным требованиям, к учебному режиму. Это подростковый возраст, с которым у многих людей связаны серьезные психологические травмы. Это период юношеского становления, когда возникает необходимость выбора профессии и самоопределения. Проблемы детские часто растут из семьи. И как семейный психолог, я помогаю разобраться в детско-родительских и супружеских отношениях. Как проходит консультация? Мы созваниваемся с клиентом по видеосвязи. Вайбер, Ватсап, Телеграм, любой удобный для вас мессенджер. Консультация длится один час. За это время мы погружаемся в ваш вопрос, вместе разбираемся и находим эффективные пути решения. Результаты работы с моими клиентами очень вдохновляют меня. С помощью психологических знаний и инструментов, профессиональных умений и многолетнего опыта мне удается помочь детям и взрослым стать счастливее и успешнее. А семьям гармоничнее. Получилось у моих клиентов, получится и у вас. Приходите на консультацию. Вместе справимся.